Это ведро жимолости Райхан собрала за 4 часа. В нём 7 килограммов. Жимолость собирает в плодопитомнике Лисовенко третий год подряд. Вот в прошлом году было много комаров. Вот сейчас, почему я на 4 часа осталась, потому что, во-первых, комаров вообще не было. И, во-вторых, скажите, погода позволяет. Не жарко, не холодно. Для самой жимолости погода сказалась не лучшим образом. Из-за жаркого и сухого циклона ягода в этом году не крупная. Но по сравнению с прошлым годом она подорожала на четверть. Сейчас за килограмм нужно отдать 250 рублей. В Институте садоводства Сибири имени Лисовенко аргументируют это тем, что выросли расходы на содержание полей. Сбор начался с 8 июня, на две недели раньше традиционного периода. В плодопитомнике нам рассказали, как лучше собирать ягоды. Жимолость очень удобно собирать в такие коробочки, которые вешаются на шею, что обе руки свободные. И многие сорта не сыпятся. И вот эту коробочку, когда подставляешь под веточку, и прям можно сюда потрясти, очень удобно. А на рынках, кроме первой летней ягоды, уже продают привозную черешню и клубнику. Стаканчик Виктории от 150 до 200 рублей. Средняя цена черешни 435 рублей за килограмм. А можете рассказать, откуда привезли Викторию? Краснодар. Если вы все же хотите местную ягоду, то на сбор жимолости есть еще около двух недель. В Барнауле он проходит по адресу Школа садоводов, Змеиногорский тракт 120. Евгения Величкина, Денис Кузьменко, Новости.